Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Девушки отдыхают. Из школы звонят, уроки не учат, учителям хамит. Скажите, что с ней такое? Изнасиловали ее. Да. И пока насильник не будет найден, девочка не придет в себя. Да быть такого не может. Она бы мне сказала. Она не из тех, кто тихо молчит. Шарлатанка. Да постой ты, подожди, еще чего скажу. Еще одна беда случилась, будь готова принять ее. Вы проходите, Маргарита Сергеевна, присаживайтесь. Это мои помощники. Может, чаю? Да, можно. Так что у вас случилось? Неделю назад дочку мою, Катю, изнасиловали. Вот, ей 14. В полицию заявление написали? Нет, дело в том, что Катя не сознается. А тогда почему вы думаете, что ее изнасиловали? Неделю назад она возвращалась от друзей вечером, дорога через парк. Я в тот день вернулась позже, смотрю, ее вещи стираются в машинке, а она заперлась у себя в комнате и вроде как спала. И вот с того дня Катю как подменили. Но она как-то объясняет свое поведение? Да ничего она не объясняет. Мам, отстань, мам, не приставай. А до этого из школы приходила, взахлеб рассказывала о делах, о друзьях, обо всем. Да вы не волнуйтесь так. Может быть, у нее просто в школе какие-то проблемы. Или с парнем поссорилась, а вещи просто испачкала и решила постирать. Нет. Дело в том, что я к гадалке ходила. Она сказала, да, я тоже так подумала, что шарлатанка это гадалка. И решила с Катей поговорить про тот вечер. Так, и что Катя? Плачет и молчит. А когда я про полицию сказала, она, у нее истерика началась. Гадалка сказала, пока насильник не будет найден, Катя не придет в себя. Я боюсь, что она что-нибудь сделает с собой. Не волнуйтесь, не сделает. Мы в квартире, установим скрытые камеры, будет под наблюдением. Вы не волнуйтесь, Мария Сергеевна. Разберемся. Мам, я же сказала, отстань от меня. Катя, меня зовут Аня. Я помощница частного детектива. Мы можем поговорить пару минут? О чем? Я пойду чайник поставлю. Хорошо. Любишь читать? Унесенные ветром. Круто, я тоже читала. Ух ты. Журнал. Слушай, какая ты молодец. За модой следишь. Я тоже его покупаю. Послушай, Катя, твоя мама считает, что на тебя напали и обидели. Это бред. Катя, понимаешь, если совершено преступление, не надо этого стыдиться и уж тем более об этом молчать. У меня все отлично. Дверь там. Григорьевич, что у тебя за последний месяц по изнасилованию? О, ну это хорошо, что тишина. Ладно, давай, спасибо. Будь здоров. Ну что, как успехи? Камеры поставила, но с Катей не поговорила. По-моему, она просто самовлюбленная девчонка. А по-моему, ты просто не справилась. Я на ее странице в соцсети. Так вот, это общительная, веселая, позитивная девушка. Но в последнее время нет ни записи, ни лайков, ни комментариев. Как отрезало. Так, я написал в группу, где находится парк, что произошло нападение на девушку. Одна собачница написала про странного бегуна, который клеится к одиноким девушкам. Ну уже кое-что. Ну-ка, включи камеру на комнату, Кать. Катюш, ты должна помочь расследованию, слышишь? Ну поговори со мной. Упирайся. Хватит позорить меня. Ты ничего не знаешь. Ну так расскажи. Кому как ни матери. Я и утешу, и совет тебе дам. Какой совет ты можешь дать? Как разрушить брак? Вон отца ты уже выгнала. Зачем ты так? Он-то тут при чем? Ты же знаешь, он пьяницей был. Знаешь, а вон, Ленкина мать спасла ее от сад алкоголизма. И сейчас у них все хорошо. А ты даже не попыталась. Просто выкинула его, как собаку. И он умер. Ты не умеешь прожить тех, кто ошибся. Ну вот, молодые люди, мотайте на ус. Развод родителей калечит детей. О, еще одна написала про бегуна. Пишет, навязчиво пытался познакомиться, но она встретила подругу, и он отстал. Бегает в сером костюме спортивном, с синим капюшоном вечером. Вань, как ты насчет вечерней пробежки по парку? Я? Давай, давай, не трусь, не трусь. Помощники приехали в парк, где обычно бегал подозрительный молодой человек. О, напугал. Что такое страшно? Да нет, просто тут недавно на девушку напали. Не слышал? Нет, не слышал. Я здесь редко бегаю. А что с девушкой? Да изнасиловали вроде. Вот страшно теперь. Ну понятно. Ну я пойду. А, подожди. А можно я с тобой? Можно. Заодно до дома провожу. Хорошо, спасибо. Давай. Ну что, как свидание? Ну я думаю, к этому Антону стоит присмотреться. Адрес-то узнала? Обижает, Игорь Петрович. Я его до самого дома проследил. Вот и отлично. Отправляйся к Антону, попробуй камеру установить. Алло. Кто? Лукину позвонила некая Василиса, представившись сестрой клиентки, Маргариты Волковой, и попросила о срочной встрече. Вы тот самый детектив? Не знаю, тот или не тот. Вам какой нужен? Игорь Петрович, я Василиса. Моя сестра Рита наняла вас. Может быть вы и мне сможете помочь? Последить за моим мужем. Я чувствую, что у него роман на работе. Честно говоря, в телефонном разговоре вы меня заинтриговали. Я думал, у вас есть что-то по делу Маргариты. А искать компромат на неверных мужей сейчас мне на это времени нет. Извините. Значит, искать неверных мужей у вас нет времени, а искать насильников, которых гадалка нагадала есть. А это запрещенный прием. Я просто, просто хочу семью сохранить. Только уже не знаю, есть ли эта семья. Или муж живет со мной только ради денег. А вы с ним пробовали просто поговорить? Иногда это помогает. Ну конечно пробовал. Он молчит, махивается. У вас какие-то доказательства? Есть его измены? Ну там, я не знаю, подолгу на работе задерживаются, частые звонки на телефон, ну губная помада в конце концов. Ну хоть что-то. Нет. Вот когда у вас, кроме вашего чувства, появятся хоть какие-то свидетельства, вот тогда сразу мне звоните. В детективное агентство обратилась Маргарита Сергеевна Волкова с просьбой найти того, кто изнасиловал в парке ее 14-летнюю дочь Катю. У матери нет доказательств, лишь догадки и слова гадалки. Сама Катя не признается. У детективов есть только одна зацепка. Несколько девушек написали в соцсети, что в парке каждый вечер бегает странный молодой человек. Ты кто? Антоха, дружище! Это же я твой одноклассник! Эй, эй, эй! Парень, ты ошибся, иди отсюда! Это же я твой одноклассник, Антоха, ты что, не узнал что ли? У меня днюха сегодня! Я тебя впервые вижу! Пьянь, иди проспись! Ты что, я же Серега! Не помнишь, что ли? Кстати, у тебя крутая квартира, а там что? Эй, 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 куда? Вали, сказал! Не переживай, сейчас полицию вызову. Неужели нельзя было перед тем, как вызывать полицию, просто поговорить с девушкой? Я не каждый день, ловя насильника, сталкиваюсь с ролевыми играми. Зато версию отмел, Антон тут ни при чем, а девушка алиби мой обеспечивает. Зато дело наворотил. Ворвался в чужую квартиру, напал на хозяина. Хорошо, что Антон к тебе претензий не имеет. Да я... Да если сам не соображаешь, позвони мне. Игорь Петрович, идите сюда, здесь у Риты день рождения, родственники приехали. И что я там должен увидеть? Ты что, собираешься насильника искать у Риты за праздничным столом? Игорь Петрович, вы же говорили, что к вам сестра Риты, Василиса, обращалась. Так вот сейчас она приехала с мужем. Пожалуйста, идите, посмотрите. Минуты покоя. Рит, дай телефончик, он в кармашке. Ага. Спасибо. Да. Что значит не забрал? Ничего нельзя доверить. Ты почему не забрал билеты в оперу? Извини, совсем забыл. А голову свою ты нигде не забыл? Ой, Васюль, кушай салатик. Как у тебя дела в твоих магазинах? Нормально. Ой, а у меня авторагенция... Знаешь что, Стасик, тебе очень повезло, что я устроила тебя на приличную работу. Риту, ты мой бухгалтер с таким-то образованием и такой забывчивостью. Я больше не буду. Пойду к себе. То есть так мало будешь есть, на тебя никто не посмотрит. Господи, растет нарксичкой. Зато на вашу пятую точку все оборачиваются. Вы налегайте на карточку. Налегайте. Катерина! Рит, знаешь, я бы советовала тебе проверить ее на наркотики. Ты посмотри, как у нее глаза блестят. И хамит всем. И никого не боится. Да. Веселый праздник. А вы заметили, как девочки неуютно рядом с дядей? И вообще, во всей этой компании. А может быть, это последствия изнасилования? Теперь боится мужчин. Это та Василиса, которую семью хочет спасти. Чудная женщина. Ну-ка, переключи на камеру в комнате, Катя. Катя. Так. Катя. Кать, ты чего закрылась? Мам, я переодеваюсь, что ты хотела? Почему дымом так пахнет? Кать, немедленно открой! Мам, я голая! Я тебе говорила, точно наркотики прячет. Катя, открой! А ведь и правда дымом пахнет. Стас, неси инструмент и будем ломать дверь. Быстрее! Открой! Что ты тут жгла? Ничего, это, наверное, с улицы опять траву поджигали. Ладно, в общем, я схожу в магаз. Тестра эта закончилась. И что это было? Ну, это было то, что не предназначено для чужих глаз. А вдруг мать бы правда пошла искать наркотики? Ну, а что вы смеетесь? Я, например, тоже в третьем классе свой дневник сожгла из-за двойки. Слушай, а ты права. Точно, это же дневник. Только не школьный, а личный. Давайте дуйте к дому Риты. Может, не все листы сгорели. О, смотрите-ка, женщина одна скинула. Пишет, что вечером нападений на Катю увидела этого мужчину с рассарапанным лицом. Кровь вытирал. Пишет, он постоянно в парке ошивается. А что, если это Катя ему лицо рассарапала? Ну, может, давай, иду в парк. А ты к дому, Рита. Хорошо. Лукин приехал по звонку Василисы к дому ее сестры. Игорь Петрович, вот доказательство. Нашла у мужа в пиджаке. Я все время думаю о тебе. Ты нужен мне. Да. Василиса, ты у меня сумку забыла. Игорь Петрович, а вы что тут делаете? Это я наняла, чтобы следить за мужем. Ну, помнишь, я тебе говорила, что мне кажется, что у Стаси Карамана на работе. Поверить не могу, Василиса. Сейчас, когда детективы ищут насильника моей дочери, ты лезешь со своим неверным мужем. А ты передай своей дочери, что юбка нужна для того, чтобы закрывать, а не показывать. Тогда и по паркам не будут насиловать. Да дура! Идиотка! Ну так что, Игорь Петрович, этого доказательства достаточно, чтобы начать следить за моим мужем? Достаточно. Только как бы вы потом об этом не пожалели. Не беспокойтесь, я не пожалею. Тем временем помощник следил за мужчиной с исцарапанным лицом, которого видели в парке в вечер нападения на Катю. Ты, значит, собак травишь? Это, случайно, не твое? Кто вы? Это не мое. А видеозапись показывает, что твое. Неделю назад в этом парке совершено покушение на девушку. Очевидцы видели тебя. Это она тебе сделала, да? Я ни на кого не нападал. Это на меня напала сумасшедшая собачница. Лидкой зовут, она с бульдогами гуляет. Хотите у нее спросите. Она живет в площадь Мира 4, квартира 55. Это она. Да? Адрес-то откуда знаешь? Так, она заяву в полицию накатала, а там адрес указан. Ладно, проверим. Уже и заяву на тебя накатали, ты все никак не угомонишься. Ну все, жди видео в интернете. Меня же убьют. А ты в полицию обратись. Докхантер, чертов. К детективам обратилась Маргарита Волкова. Она подозревает, что ее 14-летнюю дочь Катю изнасиловали. Доказательств у матери нет, лишь слова гадалки. Сама Катя не признается, но очевидно, что по каким-то причинам она сильно изменилась. Детективам удалось стать свидетелями того, как Катя сожгла предположительно личный дневник, а пепел развеяло из окна. Вот, один недогоревший листочек остался. Я его подобрала. Так, вчера снова видела его. Как он на меня смотрит? Он любит меня, я знаю, но свою жену он так не смотрит. Ненавижу ее. Как я хочу этого и боюсь. Как это будет? А кто он? Учитель? Ну а что, обычное дело для девочек у ее возраста. Вы не находите, что почерк одинаковый? Эту записку мне дала Василиса, как подтверждение неверности мужа. Катя влюблена в Стаса? Ну, почему нет? Ну, не хотите же вы сказать, что это Стас, девчонка? Да ну, понятное дело, отшил он ее, вот она и впала в депрессию. Отшил ли? Заметала, как Катя взорвнула, когда они... Слегка соприкоснулись рукавами. О, ну а что-то здесь не так. Надо бы еще раз с Катей поговорить. Мама, опять? Ну сколько можно уже? Кать, я тебя надолго не задержу. У меня к тебе только один вопрос. Это твое? Кому это написала? Стасу. Какому Стасу? Нашему Стасу? Мужу Василисы? Она что, с ума что ли сошла? Ей всего 14. Уже 14. Господи, да если сестра узнает, она же ей голову открутит. Василиса, это не самое страшное. Я боюсь, что... Только... не говорите, что. Если... Если он с ней что-то сделал, я... Мама, пожалуйста. Пожалуйста, не надо полицию, я все расскажу. Отойди, Катя. Я не знаю, что с ним сделаю. Пусть меня посадят, но я убью эту тварь. Мама, пожалуйста, не надо. Я сама, я сама вешалась к нему на шею. Записки писала. Но он мне не отвечал. А потом... Потом на меня напали в парке. Мужчина был в маске. Я испугалась. Но ты его узнала. Лукин решил лично поговорить со Стасом. Станислав Борисович, подождите. А вы кто? Убегаете. Катя вам позвонила. Предупредила, несмотря на то, что вы с ней сделали, да? Она позвонила. Я... Я не знаю, что мне сказать. Мне нет оправдания. Это... Эта девочка свела меня с ума. Я просто голову потерял. Я... Я не смог с собой совладать и пошел за ней. Ну, подкараулили ребенка и... Да, но ничего не было. К счастью, к великому счастью, я просто напугал ее. Просто напугал. Даже если вы говорите правду, то, что вы сделали, уже чудовищно. Ну, ничего. Вы... Что здесь происходит? Стас, иди домой, переодевайся. Я забрала билеты в оперу. Я не люблю оперу. Василиса Сергеевна, ваш муж не пойдет в оперу. Ему в полицию надо. Писать чистосердечное признание. Полицию? Это кто решил? Гадалка нагадала. Стас написал признательные показания. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Рябов не лжет. Но уголовное дело о попытке изнасилования несовершеннолетней на Станислава Рябова заведено. Редактор субтитров А.Семкин Надя, это Борис Завьялов, однополчанин вашего мужа. Здравствуйте, Борис. Вы привезли привет от Жени. Проходите. Наденька. Руководство послало меня к вам, чтобы я, как друг Женьки, сообщил вам эту новость и разделил с вами горе. Не поняла. Какую новость? Что с Женей? Женька накрыла с собой гранату, которую Салага бросила неудачно. Если бы он этого не сделал, погибло очень много пацанов. Когда? Сегодня утром на учениях. В СМИ информации еще не было. Наш командир решил, что вы не должны это слышать по радио, и поэтому я здесь. Примите наше соболезнование. Надя, Наденька. Да я поверить не могу, что Наденька мне изменила. Вот она, вот она. Моя любовь. А это вот моя дочурка. Женечка. Получается, не моя. Откуда вам это известно? Да не имеет значения. Главное, что это неоспоримый факт. Так, и что вы хотите? Я хочу, чтобы вы узнали, кто отец Женечки. Вот. Это она коленку разбила. Для генетической экспертизы подойдет? Вполне. Ну, а что это изменит? Вы что, бросите жену и ребенка? Слушайте, вы задаете такие сложные вопросы. Может, и брошу. Смотря кто отец. Вы понимаете, Наденька. Она же была такая особенная. А оказалась, как все. Ну, а что в ней особенного было? Она ведь мне еще тогда понравилась на фотографии. Когда Женька в казарне показывал. Я ей только вид не подавал. Ну, конечно, она ведь была женой вашего лучшего друга. Да. А когда я ее первый раз увидел, то понял, что пропал. Она ведь так Женьку любила. Думал, никогда она не выкарабкается из этого горя. Ну, время лечит. Спустя два года после Женькиной смерти я ей предложение сделал. А еще через полтора у нас Женечка родилась. Да я поверить не могу, что она мне изменила. У меня же ни одной кандидатуры нет. Неужели так ловко маскировалось, а? Только вы поймите, что это очень непростая задача найти мужчину, с которым ваша Надя была вместе четыре года назад. Возможно, он живет в другом городе сейчас. А может, и раньше жил. Ну, если это курортный роман. Не-не-не-не-не-не. Всегда вместе с ней отдыхали. И в командировке она не ездила никогда. Этот отец живет где-то здесь. Найдите мне его. Ладно, мы попробуем. Только вы скажите, хотя бы с кого начать-то? Да не знаю я. Кроме начальника Нади, никто в голову-то не приходит. Просто она у него практиканткой начинала. Ну, вдруг. Наташа, расставь камеры по всей квартире. Зачем? Ну, а вдруг к Наде ходит кто-нибудь, пока Борис на работе, а он не в курсе? Ну, да, возможно. По заданию Насонова, его помощники приехали домой к Борису Завьялову, чтобы установить возможные контакты его жены по странице Нади в социальной сети. Ну, все. Остальные были добавлены в друзья позже. Надя уже была беременна. Четверо. Ну, вообще, это не так уж и много. Вот. Распечатал детализацию звонков с телефона Нади. Тут только номера, кому принадлежат, информацию не дали. Нужно? Да кому принадлежат, мы пробьем. Нам бы только в виде файла, если вас не затруднит. Да нет проблем. Почту мне свою дайте, я вам сейчас скину. Только давайте быстрее, а то сейчас Надя уже должна прийти. Конечно. Какая погода. Чур не в офис. Ну и не в машину. Знаешь что, давай я сейчас за мороженым сгоняю. Давай. А я пока идентифицирую абонентов Нади. Давай. Держи. Боря, опять? Может объясни, что происходит? Нагулялась? Что за тон? Я не гуляла. Мог бы и сам за продуктами сходить, раз у тебя отгулы. Дочь, куда дело? К бабушке отвела. Как всегда по средам. Борь, ты чего? Как всегда по средам. Ты сейчас что имеешь в виду? Да то я имею в виду. Борь, если у тебя какие-то проблемы на работе, ты мне так и скажи. Не надо на мне злость срывать, хорошо? Я сейчас тебе суп подогрею. Заешь горяченьким. Это Миша сосед открой. Какой Миша? Миша сосед. Открой дверь. Сосед. Сейчас я тебя открою, сосед. Сейчас ты у меня походишь в гости. Слушай, мне одной кажется, или Борис побежал соседу морду бить? Беги, разнимай. Картошку предлагали. Ну, слава богу. А что Борис про него только сейчас вспомнил? Про Беги-то соседа, если ему не сто лет, то вполне подходящая кандидатура. Надо проверить сначала лестничную клетку, а потом сверху и снизу. А значит, Миша. Держи. Так, смотри, есть там такой. Духмянов Михаил Олегович, 60-го года рождения, но 26 лет разницы? По нынешним временам это вообще не разница. Так, смотрим дальше. Закончил государственный институт, факультет кибернетики. Место работы не указано. Если он программист, значит, он может работать по договорам дома и на работу вообще не ходить. То есть ты намекаешь на то, что он вполне мог заходить к Наде в рабочее время, ну, либо она к нему? Ну, конечно. Его надо проверить в первую очередь. Давай, ты пробей. А у меня через час собеседование в фирме у Нади с начальником. А вот мороженое заберу. Давай. Борис Завьялов женился на вдове своего погибшего армейского друга Нади Журовой, а через три года узнал, что не является биологическим отцом своей дочери Женечки. Борис хочет выяснить, с кем ему изменила жена. Главным подозреваемым он считает начальника Нади, но детективы предполагают, что отцом ребенка может оказаться и сосед Завьяловых. Значит, вы увидели объявление о вакансии секретаря на нашем сайте и прислали резюме? Алиса, кофе, пожалуйста. У вас хорошее резюме. К своим достоинствам вы относите исполнительность. В том числе. То есть, исполните все, что я попрошу? Ну, конечно. Ну, в рамках должностных обязанностей. Алиса, можно было догадаться, что чашек нужно две? Это понятно. Надеюсь, вы не курите. Я сам не курю. И подбираю коллектив только из единомышленников. Ну что вы, целовать курящую женщину – это все равно, что облизывать пепельницу. Это, кажется, Чехов сказал? Даже если не Чехов, все равно зачет. Максимальная сила всасывания составляет 939 миллиметров водного столба. Максимальная мощность воздушного потока составляет 500... Молодой человек, вы просто пылесосьте. Не надо мне ничего рассказывать. Я все равно не куплю. Ну, хорошо. А вы не могли бы мне дать еще 20 фамилий, к кому я могу пойти? А то мне ведь не заплатят. Хорошо. Фамилии напишу, да. Спасибо. Я тогда схожу в туалет и продолжу. Когда Данила под видом продавца пылесосов пришел в квартиру соседа Завьяловых Михаила, он заметил на тумбочке расческу хозяина. Данила решил, что настал удобный момент снять с расчески волосы для генетической экспертизы. Данила, я не знаю, что она нужна. А что это мы в перчатках? Ты ворс, что ли? Ну-ка. Опа, опа. Кошелька-то и нету, да? Какой кошелек? Так, тихо, стой, стой. Я звоню в полицию. Будьте жвачку. Помогает снять желтый налет после кофе. Нет, нет, благодарю. Не употребляю. Вставная челюсть. Я шучу. Ну, а я пожую, хорошо? Хорошо. Надеюсь, на жующих женщин у вас аллергии нет? Вы знаете, я скину вам ссылочку на один любопытный сайт. Там расшифрован состав жвачки. И вы сразу откажетесь от этой гигиенической процедуры. Уже отказалась. Вы умница. Можете выходить на работу с завтрашнего дня. Я думаю, мы сработаем все. Конечно, конечно. До завтра. До свидания. Взял? Угу. Я так и думала. Он таких красоток любит. Только ты не думай, что ты здесь долго задержишься, если не дашь ему. В смысле? Ты о чем? Только не надо прикидываться дурочкой. Ты же сама прекрасно понимаешь, о чем я. А, так ты об этом. А ты, значит, не дала и поэтому вещички собираешь? Догадливая. А я думаю, дала. Просто ты замуж попросилась, вот тебя и турнули. Дура, я же тебя как подругу предупредила. А я тебе не подруга. Ты думай, кому советы раздавать. Да какой кошелек, посмотрите. Где я его мог спрятать? Давай-ка телефон фирмы. Давай, давай телефон. Давай, давай, давай. Пожалуйста. Давай. Алексей Викторович, есть минутка? Да, дай, дай. Алло. Алексей Викторович, здрасте. А у вас есть такой сотрудник? Дун с Данилом. Дун с Данилом. Да, есть такой сотрудник. А я с кем разговариваю? А вы давали ему поручение провести рекламную акцию пылесоса? Пылесосов? Ну, конечно, разумеется, давал. Да? А анкетку вы его не смотрели? Как там у него судимости нету? Нет, никаких судимости у него нет. Вообще он очень хороший парень. Да? А, понял, да. Хорошо, извините, да. На, держи. Ну, извини, вот, нашелся. Извиняю. Хорошо, я заберу тогда свой пылесос. Не буду брать у вас никаких фамилий, я пойду. Ну, хорошо. Ты еще раз только меня извини, ладно, и не хотел. И спасибо тебе, что пропылесосил. Частоту навел. То я один же вдовец, понимаешь, убираться некому. Что, пылесос надо? Сейчас я вынесу. Сейчас. Спасибо. Ну, как там, Наташа, не замелите на задание? А то он Данил чуть в полицию не сдали. Нет, я удачно устроилась на работу. И, кстати, начальник Нади тот еще бабник. То есть ты хочешь сказать, что, возможно, Надя согласилась на близость с ним, чтобы не потерять работу? Ну, утверждать это я не могу, но исключать тоже не нужно. И, кстати, ума не приложу, как достать генетический материал начальника. Так в чем проблема-то? Ну как? Он бритый наголо, то есть волос у него нет, не курит, жвачку не жует, то есть слюна тоже исключается. Но есть же пот и жировое выделение. Он что, ручкой не пишет? Точно, ручку украсть. Не надо ничего украсть, надо только взять на время. Алексей Викторович, я отдал в лабораторию кровь с бинта Женечки и волос соседа. Я заплатил за срочную экспертизу, так что результат будет готов уже завтра. Увы, сосед не отец, так что придется продолжать поиски. Приветствую. Да я мимо иду, дай, думаю, зайду, узнаю, как, что. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Мы всегда вам рады. Ну что, мы работаем, вот одного претендента уже удалось исключить. Начальник? Нет, сосед. Наша практика показывает, что в таких историях соседей надо проверять в первую очередь. Я вот за ним тоже наблюдаю. А то он к Наде раньше часто захаживал по хозяйству. Ну, теперь совершенно спокойно, можете с ним по соседски чай пить. А начальника проверили? Ну, какой вы быстрый, Борис Сергеевич. Не так просто взять от него генетический материал. Но мы над этим работаем. Скоро все будет сделано. А почему вы думаете на начальника? Да Надя вчера себе платье купила. С вырезом такой на спине. Красивое, в общем. Так это она себе для корпоратива купила. Значит, когда мы на юбилей свадьбы друзей ходили, она себе платье не покупала. Когда на встречу выпускников, она себе платье не покупала. А на корпоратив выгляделась. Ладно, пошел я. А что мужик себя так накручивает? Из-за какого-то платья с открытой спиной? Надеюсь, сегодня у Наташи получится взять этот генетический материал у этого начальника. А то, видишь, человек, он совсем на последнем вздыхание. Борис? Вы тут? Только вы меня не знаете. Я на задании. Окей. Я сейчас вам помогу выполнить задание. Подождите, туда нельзя. Туда нельзя. Не можно. Виктор Павлович, ну... Ты всех своих сотрудниц трахаешь? Или только мою жену, а? Завтра Надежда Журова уволится по собственному. Ты понял? Виктор Павлович, у вас кровь. Вот возьмите полоток, у меня чистый. Ты зачем его пропустила? Да как я его могла не пропустить? Вы видели, он же как танк. Может, полицию вызвать? Не надо никакой полиции. Ты уволена? Да я еще и устроиться не успела, только вот документы принесла. Тем лучше. Ну, хорошо. Мне очень-то и хотелось. Борис, ну, вы, конечно, не правы, и слава богу, что начальник не стал вызывать полицию. Но зато вы очень ускорили процесс. У меня есть полоток с его кровью. Я сейчас несу ее в лабораторию. И думаю, завтра результат уже будет. Так что заходите в офис. Борис Завьялов женился на вдове своего погибшего армейского друга Наде Журовой. А через три года узнал, что не является биологическим отцом своей дочери Женечки и заподозрил жену в измене. Детективы добывают генетический материал одного из возможных любовников Нади, Михаила, соседа Завьяловых, по лестничной клетке. Но результаты экспертизы ДНК показывают, что Михаил не имеет отношения к ребенку. На следующий день клиент пришел узнать результаты генетической экспертизы. А хорошо, что не он. Я этого гада особенно ненавижу. Ну так что, может быть, на этом все и закончим? Чего вы хотите добиться? Я хочу знать, с кем Надя мне изменила. Ну, хорошо. Тогда проверяем следующего. Это Коньков Владислав Андреевич. Вот с ним у вашей Нади наиболее интенсивный телефонный трафик. Да ну не, не. Ну, он же друг Женькин, одноклассник. Да и родителям Женькиным помогает. Ну, и Надю тоже поддерживал. Ну, значит, его вычеркиваю. Хотя, стоп. Подождите. Фильм такой был старый. Про войну. Там главный герой на фронт ушел. Его, кстати, тоже Борис звали. Так вот, его брат с его невестой не может быть. Борис, подождите! Данила! Данила, давай за ним, пока он дров не ломал. Наташа, ты сказала, что в квартире клиента камеру поставили. Да, можем посмотреть. Доволен? Меня с работы уволили. По статье? Нет, слава богу. Разрешили по собственному написать. Ну, и прекрасно. Я так и хотел. Засиделся на этой работе. А американцы, вон, говорят, что надо работу каждые семь лет менять. Боря, может, ты мне объяснишь, какая муха тебя укусила? Да я объясню. А что ты мне врала, что у тебя только двое мужчин было? Женька и я. А я вообще-то тебе не врала. И не надо разговаривать со мной в таком тоне. Все чувствительную недотрогу и себя корчила. Боря, прости, я больше никого не полюблю. Два года, два года мурыжила меня. Сжалилась, вышла за меня замуж, и мне же еще и рога наставила с Женькиным другом. Мамочка, я проснула. Значит, все-таки не удержался. Переключи на комнату. Мы идем гулять? Мы идем к бабушке. Ура! Ты куда собралась? Ты слышала. Давай не будем устраивать при ребенке сцену. Возвращайтесь скорее. Буду скучать. Я завтра приду забрать свои вещи. Пойдем. Алло, Данила. Значит так, ты наблюдаешь за Наде. Если у нее есть любовник, она, возможно, сейчас отвезет дочь к матери и поедет к нему. Ага, понял. Если что, сориентирую вас по маршруту. Хорошо. Через час на Сонову позвонил Борис и попросил приехать к нему домой. Сами все поймете. Я бесплоден. А это для вас новость? Ну, конечно. Я только что из лаборатории. А до этого у нас как-то все. А ты принимаешь противозачаточные таблетки? Нет. Я же тебе уже говорила. Полгода назад бросила. Ты не беременна? Нет. К сожалению. А у врача была? Была. Прошла полное обследование. Он говорит, что все в порядке. Странно. Борь. Врач нас обоих приглашает. Он говорит, что нужно сначала тебя проверить. Если у тебя все в порядке, то проверит нас на генетическую совместимость. Да не хочу никуда идти. Ну, что за фигня? Ну, как я буду эти анализы сдавать? Борь, ну как? Ну, как все? Ну, это отработанная медицинская процедура. Не знаю. Не хочу. Я и так знаю, что у меня все нормально. Ну, Боречка. Ну, пожалуйста. Ну, я очень прошу тебя. Нет, все. Даже я не хочу к этому разговору возвращаться. Я знаю, что я здоров. Все. Ну, если здоров, тогда будем ждать. Не волнуйся. Будет у нас малыш. Хорошо. Написано. Черным по белому. Неизлечимое бесплодие. У меня не может быть своих детей. И она это знала. И специально не стала мне на мозги капать. Развивать у меня комплекс неполноценности. А я баран. Ну, в вашем случае, либо усыновлять ребенка, либо, знаете, есть такая медицинская процедура инсеминация спермой донора называется. Да вот именно. Сам же ее толкнул на измену. Сколько она мне раз говорила. Пойдем к врачу. Пойдем к врачу. А потом ее сам же еще и обидел. Так прощения попросите. Станет она меня слушать. Она же гордая. Зачем я стал все это копать? Ну, меньше же. Я не буду любить Женечку. А я вам говорил. Да идиот. Извините. Да, Данил. В центре репродукции? Ну, что-то подобное я предполагал. Все, давай. Ну что, Борис, едем. Мне кажется, наступает момент истины. Ну, хочешь, я ему сам все расскажу? Да, надо, наверное, рассказать. Раз так получилось уже. Здравствуйте. Я частный детектив. Здравствуйте. Ты нанял частного детектива, чтобы узнать, кто отец Женечки? Да. Теперь ты понимаешь, почему я такой психованный? А ты не мог со мной просто спокойно поговорить? Как муж, как любящий отец. Да я бы сама тебе все рассказала. Ну, прости меня, Наденька. Борь, я бы тебе не изменяла. Ты, наверное, забыл, что Влад врач-репродуктолог. Он провел инсиминацию. Влад, ну, я и подумать не мог. Я думал, что ты просто хороший друг Женьки. Вот и все. Ну, тогда на правах лучшего друга я расскажу вам еще одну тайну. Только не делайте резких движений. Просто осмыслите и привыкните к этой мысли. Ну, не знаю, Влад, готовы ли я сейчас выдержать еще одну тайну? Мы готовы. Надюша, когда ты прибежала ко мне четыре года тому назад со своей бедой, я... Влад, ну не тяни уж тогда, говори. Я взял сперму Жене. Ты родила от Жени. И ты, Борис, воспитываешь дочь своего лучшего друга. Когда Женька получил назначение в точку горячую, я уговорил его сдать сперму. Мало ли что говорю, ну, пользуйся, пока я работаю в этом центре. И Женя сдал. А почему ты мне сразу ничего не сказал? Я не хотел вмешиваться в твою жизнь. Вдруг эти знания как-то изменят ее. И ты станешь меньше любить своего мужа. Или захочешь показать внучку родителям Жени, а Борис будет против этого. Но я очень хотел, чтобы от Женьки что-то осталось на этой земле. Влад, ну... Да у меня просто слов нет. Спасибо тебе. Наденька, ты не представляешь, как я мучился. Боря, я-то как мучилась. У меня любимая жена, любимая дочь, дочь моего лучшего друга. Я счастлив. Я тоже очень счастлив. Боря, только давай расскажем все родителям Жени. Пусть у них будет родная внучка, ты же знаешь, как им тяжело. Конечно, расскажем. Всем расскажем. Боря, нет, давай всем не будем рассказывать. Давай для всех все останется по-прежнему. Ты – отец Женечки. О Женечке мы расскажем тогда, когда ей исполнилось 18. Конечно. Надя прошла вторую процедуру инсеминации и ждет мальчика. Родители Жени очень обрадовались внучке и бесконечно ее балуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова